Итак, 11 серия, Москва, Саргут, ночевка в Екатеринбурге, движение по проспекту космонавтов. К месту ночевки, к месту привала, ночевка будет на стоянке гипермаркета Лента, кстати хорошая находка, можете взять на вооружение. Во-первых, асфальт чистенько, во-вторых, магазин рядом, можно в Ленте купить необходимые продукты. Ну и безопасно, то есть те, кто отправляется в поездку, чтобы не ночевать на трассе, не рисковать. Можно как вариант взять на вооружение эту идею останавливаться на ночевку, на привал, на стоянках больших, крупных гипермаркетов. Ну и старт сразу будет со стоянки. Немного проедем по городу уже в светлое время. То есть есть возможность посмотреть на Екатеринбург в ночное и уже в светлое время. Интенсивность движения и так далее. Ну вот, наступило утро. Вот, оценить два вида ночевок. Это на трассе останавливаться возле кафе. Там есть свои преимущества, есть и недостатки. Вот преимущества, какие на трассе. Не привязывая себя к конкретному городу. То есть максимум можно проехать полезного пути, если цель стоит как можно быстрее проехать. Автотуристы, автопутешественники вполне могут взять на вооружение, ночевать на стоянках гипермаркетов. Они всегда асфальтированные, чистенькие. И охрана тут есть. Полно спокойно и комфортно. Ну, ночевка в автомобиле. На трассе зачастую площадь стоянки грязная. Лужи. Ну и потом там гребут деньги. Ни квитанции, ни чеков ничего не дают. Просто-напросто поборы. Вот здесь удачно получилось, что рядом с гипермаркетом заправка. То есть головной боли не будет, где заправиться. На трассе не всегда, далеко не всегда соседствуют заправки и кафе. Ну, в последнее время как-то стали объединяться. На заправке можно и кафе найти. Ну, идет работа в этом направлении. Понимают, что все должно быть компактно. Имею в виду организаторов. Ну, а те, кто путешествует, естественно, могут себе прокладывать маршрут от города к городу. И на город можно посмотреть, с городом ознакомиться. И вполне цивилизованно, что ли. Переночевать на площадке, на стоянке гипермаркета. Там есть и санузлы. То есть можно утром умыться. И кофе выпить, и продукты взять необходимые в дорогу. Ну, в общем, планируя маршрут, планируя поездку, можете иметь в виду два альтернативных варианта ночевки или привала на маршруте. Если с семьей, конечно, нужна будет гостиница. Ну, а те, кто привык к спартанскому образу. Так, значит, кто привык к спартанскому образу, те вполне могут воспользоваться таким предложением, которым только что сказал. Значит, магазин лента гипермаркета находится вблизи железнодорожного вокзала. Я вот вижу с одной стороны завокзальная улица и проспект космонавтов. Он сейчас заправится и, двигаясь по городу, буду немного рассказывать о тех улицах, по которым будет идти движение, ну и комментировать какие-то интересные моменты, то, что буду видеть на карте. Здесь вот на карте вижу гипермаркет-лентка. Лента рядом со всем. Мегамаркет тоже со стоянкой, но там не указано название мегамаркета. Заправка на Газпромнефть. Газпромнефть. Ну и затем пересечем проспект космонавтов. Там, по-моему, эстакада будет на улицу Маяковского. Много заправок я тут вижу и Лукоиловская заправка. Ну, Лукоиловская заправка, просто имейте в виду, что это всегда и везде очень дорогая заправка. У них обязательно процентов на 5-10 цены на бензин выше. Чем это объяснить, я не знаю. Погода пасмурная. В след за маршрутом Москва-Сургут вашему вниманию будет предложен маршрут Москва-Тюмень. Я уже анонсировал этот маршрут. Он пройдет через Нижний Новгород, Казань, Пермь, Екатеринбург-Тюмень. Вот что такое. Движение по городу я сделал без ускорения, чтобы вы могли более внимательно рассмотреть улицы, здания. Красивый город. Красивый. Информацию коротко я прочитал в прошлой серии при подъезде к Екатеринбургу. Продолжение следует... Какие тут невежливые люди, еще кто-то пропустит. Кап harvested... ... Игорь. Иногда мигают аварийкой. Благодарят. Это общепринятое правило. Поблагодарить водителя. А мигну пару раз аварийкой. Снова включил, блин, музыку свою. Я отключаю звук максимально. Потому что моментально приходит предупреждение о нарушении авторских прав. Там кто-то пескнул пару раз уже авторские права. Так, значит, пересекаем проспект Космонавтов. Пересекли. И теперь движение идет по улице Маяковского. С правой стороны жилой массив, по-моему, Малевич. Ну, не знаю, что это жилой массив или что оно написано. Район Малевич. Так, движение по улице Маяковского. И впереди правый поворот на улицу. Называется Уральская улица. Чуть дальше будет. Так, с левой стороны Кислородная улица. Вливается в проспект Космонавтов. В общем, позади Екатеринбург. Пассажирский вокзал. Район вокзала. Параллельно улице Маяковского. С правой стороны идет улица Смасчикова. Конечно, в солнечную, в ясную погоду было бы гораздо веселее смотреть на картинку. Более красочно. Ну вот, сворачиваем направо. Это Уральская улица. Прямо по ходу движения Основинский парк. Вот, повернули на Уральскую улицу. Двигаемся по Уральской улице. С правой стороны по ходу улица Красина. С левой стороны Омская. Чуть впереди Омская улица вливается в Уральскую. Пересекаем улицу Смасчикова. Улица Смасчиков и Смасчикова. Улица Смасчиков, которая переходит в улицу Сулимова. Остановки только на светофоре. Улица Смасчикова. И продолжаем движение по Уральской улице. С левой стороны сейчас будет слияние с Омской улицей. Ну вот, где-то здесь. Сейчас движение идет по дублеру. Это дублер Уральской улицы. В общем, где-то здесь Уральская улица соединилась с Омской улицей. Высотные красивые дома. Пресекли Советскую улицу. Переги улица Блюхера. Сейчас будет перекресток с улицей Блюхера. Вот на светофоре это улица Блюхера. Мы продолжаем движение по Уральской улице. С левой стороны в Тузо городок. С левой стороны еще дальше будет парк Каменные палатки. Вот такая с левой стороны парковая зона, что ли. Много большие площади засаженные деревьями. С левой стороны, повторю, это в Тузо городок и парковая зона. Долго стоим на перекрестке. С правой стороны остался Екатериновский парк. И городской пруд. Стадион Динамо. Это далеко с правой стороны. Примерно в трех кварталах. Пересекаем улицу Блюхера. Все пересекли. Впереди перекресток с Первомайской улицей. О трамвайных пути. В прошлой серии рассказывал о маршрутах, что много и трамвайных маршрутов, автобусных. Очень красивый город. Так, вот опять перекресток с Первомайской улицей. Она пересекает. Время утреннее, поэтому заторы на перекрестках. Заторы только на цикл светофора, а так движение свободное. Можете оценить состояние проезжей части. Время утреннее, а так движение свободное. По трамваяным петям прот. Это не запрещено. Ко мне жалко подвески. Время утреннее. Время утреннее. Время утреннее. Завывание какое-то на радио ФН. Впереди у нас перекресток с улицей Малышева. Напомню, что с левой стороны в Туз городок, там проживают студенты. С левой стороны зона отдыха. Много зелени, много деревьев. Пруд называется озеро Шартаж. Там же Шартажский гранитный карьер. Это с левой стороны примерно в трех кварталах. Ну и парк парком, но много заболоченной территории. Продолжение следует... Прямо по ходу Шартаж. Это железнодорожная станция по всей вероятности. Много вижу железнодорожных путей, развязок железнодорожных. Пересечение перекресток с улицей Малышева. Параллельно с левой стороны улица Мира. Ну а с правой стороны параллельно идет железнодорожное полотно, железная дорога. С правой стороны завод Вектор. Чем он занимается, не знаю. Параллельно с правой стороны Восточная улица, улица Луначарского, улица Мамина Сибиряка. Это с правой стороны. С левой стороны, повторю, улица Мира. Ну и далеко Егоршинский подход. Что это такое, не знаю. Но это по всей вероятности объездная дорога. С левой стороны далеко завод ЖБИ. МЖК. Вот какой-то массив жилой. Что такое ЖБИ, не знаю. Впереди плохая дорога. Ограничение 20. Прямо по ходу синие камни. Наверное, это жилой массив. Спальный район. Погода пасмурная. Погода пасмурная. С правой стороны Шортаж. Какой-то узел. Шортаж. Тут написано станция Шортаж. Но там не один путь. Там несколько путей. Очень сложная железнодорожная конструкция. Двигаемся по Библиотечной улице. С правой стороны областная производственно-торговая закупочная база. И поворачиваем на улицу, которая называется... Сейчас направо повернем. Комсомольская улица. Так. Прямо. Это Екатеринбург. Общепит. Очень много складских помещений. Складское хозяйство. Это вот прям по ходу движения. Будет правый поворот на Комсомольскую улицу. Так. Повернули. И вот с правой стороны областная продовольственная торгово-закупочная база. Это с правой стороны. А с левой стороны складское хозяйство Екатеринбург. Общепит. Движение по Комсомольской улице. И вот с левой стороны будет поворот на дублер Сибирского тракта. Обратите внимание, с левой стороны начнется дублер на дублер Сибирского тракта. Но поворот на него запрещен. Поворот налево будет метров через 200, наверное. Железнодорожный переезд. Железная дорога к Складскому комплексу. Железная дорога к Складскому комплексу. Железная дорога к Складскому комплексу. Легкий затор на несколько минут. Железная дорога к Складке. Железная дорога к Складке. Надо полагать обычная утренняя толкучка на улицах. С левой стороны, видите, машины поворачивают. Вот они съезжают с дублера Сибирского тракта. Чуть дальше будет левый поворот на дублер Сибирского тракта. Вот это выезд, съезд с левой стороны с дублера Сибирского тракта. Здесь там снег, что ли, идет. Да, снежные мухи. С правой стороны служебная стоянка концерна «Калина». С левой стороны. Поворачиваем на дублер Сибирского тракта. Уступить никто не спешит. Поэтому приходится немножко проявлять дерзость. Так, с правой стороны синие камни. Что и такое, наверное, жилой массив. И сейчас движение идет. Мигнул фарами. Поблагодарим. Движение по дублеру Сибирского тракта. 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 Впереди будет развязка. Налево будет улица 40-летие Комсомола. Впереди мобильный пост ДПС контроль скорости. Ограничение 40. Убираю звук этого FM-радио по понятным причинам. Вот потихоньку покидаем Екатеринбург. Немного проехали от вокзала по городу. Ну а сейчас это пригород Екатеринбурга. Впереди мобильный пост ДПС контроль скорости. Ограничение 30. Рекатеринбург. С правой стороны станция путёвка. Железнодорожная станция путёвка. и река Исток. С левой стороны заболоченный лесной массив, но немного заболочен. С правой стороны далеко лесопарк имени лесоводов России. Есть такой парк, парк лесоводов России. Слегка идет снег. Примерно на метрах 200-300 с правой стороны станция Путевка. Движение, напомню, дублер Сибирского тракта. Движение по дублеру Сибирского тракта. Мало проехали по Екатеринбургу, к сожалению, но цель другая. Насколько можно было показать Екатеринбург. Ночной Екатеринбург в прошлой, в десятой серии. Ну и немного Екатеринбурга утром в этой серии. Включился ускоренный режим. С правой стороны станция Чапаевский, где поселок Чапаевский. Слева и справа по ходу большие лесные массивы. Впереди развязка. Развязка с дорогой. Развязка с Екатеринбургской кольцевой автомагистралью. Написано Екатеринбургская кольцевая автомагистральная дорога. Ё-моё, пока прочитаешь с моими глазами. Так, двигаемся по трассе 65К-4107-300. Впереди развязка с кольцевой Екатеринбурга. Двигаемся по дороге Екатеринбург-Касулина. Метрофортик здесь личный, потому что он художник, а мамин Сибиря, кто в таком же время написатель. Но уже сначала показалось, что здесь 6 человек. Впереди мобильный пост ДПС контроль скорости. Окропление 7. Давай сначала пойдем. Спросили, какое транспортное средство у Сан Чо Пансе. Он, что-то, что он ходит, что-то. Нет. Тут уже не пущу, но она красивая. Давай, как-то, что-то катался. Мы просто фильм посмотрели, там был такой герой, и уже вспомнили? Нет, нет. Ну что, мы засчитаем это? Что она вспомнила? Да. Дальше спрашивали, сколько человек тянули ветку, и что у вас было в такте. Кого так перечисляла? Дед? Бабка? С правой стороны Малый Исток. Движение по дороге Екатеринбург в село Косолино. Повторю. Во-первых, мост через реку Мостовка. Справа Малый Исток, населенный пункт. Коттеджный поселок Усадьба. С левой стороны просто Исток. Достаточно густонаселенный район. Впереди Белоярская. Впереди мобильный пост ДПС контроль скорости. Ограничение 90. С левой стороны, вернее разделительная полоса, стоят светоотражающие такие пластины, которые здорово помогают в темное время. Просто глушат свет встречных автомобилей. Свет от фар встречных автомобилей. Господи, как вы говоришь. С правой стороны аэропорт Кольцово. Когда-то у меня была возможность связать свою жизнь. Впереди мобильный пост ДПС контроль скорости. Ограничение 90. С Екатеринбургом и в частности с аэропортом Кольцово. Это было в 1980 году. ДПС контроль скорости. С правой стороны остался чуть позади. В Википедии сказано, что это Рамиль город Свердловской области России. Топоним Рамиль женского рода. Именно в женском роде название слоняется в официальных документах. Биография. Город Рамиль. Административный центр муниципального образования. Рамильский городской округ. Расположен на восточном склоне Рольский Гер. В месте впадения в реку Исить правого притока реки Арамилка. В 5 километрах от железнодорожной станции Арамиль. История. По поводу названия существуют различные версии. Рена значит заросли мелкий кустарник вдоль реки. До более эмоционально окрашенных. Арам значит печаль или родина. Или гидроним пошел у татарского Арамя. Ариан Балс. То есть река с поймой, заросшей лиственным лесом, кустарником, лугами, тростником. В лето 1675 года у слияния реки Исити и Арамилки был заложен острог. Самый южный форпост российской государственной границы с башкарскими землями. Арамильская слобода. Слобода была основана выходцем с реки Кама Михаилом Сарапульцевым. Как самое близкое в то время башкирским владением. Да что ж ты. Музыка раздражает. Посерединцы плавили железную руду в кричных печах с 1680 года и продавали крыцу в город Верхотурья. К 1711 году был построен острог с двумя рубленными башнями, пушками, конюшней, амбарами и церковью. К 1711 году арсенал острога составлял знамя Московская, пищаль железная и к ней 18 ядер, железных 9 чугунных пушек и к ним 663 чугунных ядра, 41 фузея, 5 пищалей, гладких 7 самопалов, 38 мушкетов, 19 водов пороху. Внутри острога размещалась церковь. В 1707 году армейская слобода включала 24 населенных пункта и именно на ее землях в 1707 и 1725 годах были основаны Уткурский, Елизаветинский, Верхнесецкий, Екатеринбургский, Сесертные заводы, давшие в дальнейшем развитие уральских городов. Каменск, Уральский, Ревда, Сесерт, Березовский, Перу-Уральск, Екатеринбург. Основной деятельностью сельчан оставалась кустарная металлургия и хлебопашество. На речках активно строились мельницы. Статус города получил в 1966 году. Городской краеведческий музей имеется в 2003 году в городе по адресу 1 мая дом 12 был создан краеведческий музей. В экспозиции музея вошли коллекции собраний, собранных в школе номер 4, документы и предметы из музея Рамильской соконной фабрики. Историческая экспозиция рассказывает об истории бывшей Рамильской слободы, Рамильская соконная фабрика. После того, как крепостой Климентий Константинович Ушков с сыновьями, построивший в 1843-48 годах Ушковскую канаву, соединяющую верхний пруд реки Черной с большим черно-источинским прудом, получил вместе с семьей вольную в 1849 году. Его сын, тагильский купец Михаил Климентий Ильич Ушков, приобрел мельницу. Ну, много тут информации об этих династиях, достопримечательностях корпуса Рамильской соконной фабрики, 1840 год, обелиск в память о героях гражданской и великой отечественной войны, старинный мост через речку Рамилку, детская школа искусств, Шишкинский парк, аэродром Уктус, памятник Шинели, открыт в 2013 году, парк Сказок, этнографический центр Рамильская Слобода. Население составляло в 2017 году 15162 человека. Довольно-таки крупные, вот вижу тут предприятия Рамильский авиационно-ремонтный завод, Рамильский завод ЖБИ, Рамильский хлеб-завод, Рамильский завод Пластмасс, Рамильский мукомольный завод. С 1996 года Рамиль является самостоятельным субъектом межбюджетных отношений областного бюджета. Это что касается населенного пункта Рамиль. Далее по ходу движения населенный пункт Белоярский. Белоярский. Это большой поселок городского типа в Свердловской области. По населению площади, инфраструктуре и промышленности равен небольшому городу. Население в 2018 году составило 11 875 человек. Кстати, при движении на видео можете обратить внимание на дорожный указатель на этот поселок. Поселок расположен на берегу реки Пышма, где он впадает в Белоярский пруд. В 45 километрах к востоку от Екатеринбурга. История. В 1687 году верхно-турским боярами Федором и Иваном Томиловыми основана Белоярская слабода. Первопоселенцами Белоярской слабоды были крестьяне Ирбитской, Невьянской, Ромашевской и Белосуцких слабод. Причиной переселения для многих из них было истощение земель на прежних местах их пребывания. Название слабоды объясняется наличием отвесного яра, обрывистого и незатопляемого в половодье берегов по правому берегу реки. По правому берегу реки Пышма, усеянного по поверхности белыми мелкими камнями. В 1695 году в слободе был построен острог. То есть слобода приняла вид укрепленной крепости, окруженной деревянной стеной и над долбами. Острог в Белоярском находился на берегу реки Пышмы. В остроге крепости имелись разные казенные постройки, судебная изба, амбары для хлеба. Стояла церковь Николая Чудотворца, дом писаря, приказчика, дома служителей культа. Российская империя. Белоярская слобода объединяла 20 деревень и до 1700 года входила в Верхноторские уезды. Блин, у меня снег идет, блин. Снег на улице плюс один. А ну. Не, не переобулся. А? Ну да, 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 доедут, да, переобуются. там уже переоходится но что мне осталось там 1150-1200 наверное я постараюсь завтра рано утром передать эту машину чтобы завтра же в 11 часов дня сесть на поезд 2 дня 2 часа что-ли что-то такое в общем буду вот так приблизительно планировать ну а там как получится ну а так все нормально единственное блин я не знаю что не так но меня вот по поводу нашего тела смущает немножко почему не получается выйти на восьмерку это получше с 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 Ага, ну самое главное, чтобы телефоны были доступны Ну ладно, чё, я качусь, ты давай там потихоньку работай Ага, пиши, звони, если что Пиши, звони Так, продолжу про Белоярский Ну достаточно развитой центр, город в современной России С 31 декабря 2004 года в соответствии с законом Становится центром Белоярского городского округа Инфраструктура В Белоярском есть районное управление полиции, пожарная часть, газовая служба, отделение почты, Сбербанка и несколько других банков Культура и культура образования и спорт В поселке работает дворец культуры Делоярская центральная районная библиотека Центр развития образования БГО Детско-юношеский центр При средних школах 1, 18, 14 Вечерняя школа, музыкальная школа, 12 детских садов И небольшой стадион Медицина Районная больница, две поликлиники Взрослая и детская станция скорой помощи и санаторий Промышленность Большинство жителей работают в соседнем городе Заречном В основном на Белоярской атомной электростанции Или столице области Екатеринбурга Предприятие в черте поселка Их много здесь Штук 15 Транспорт До поселка можно добраться на автобусе или электричке Железнодорожная станция Баженова Из Екатеринбурга Из городов Заречный, Каменск, Курайский, Богданович и Камышлов Внутренний транспорт Городской автобус 1 маршрут Служба такси Уберем эту долбаную музыку СМИ Действует газета Новое знамя История начинается с 1 апреля 1930 года В то время газета имела другое название Баженовский колхозник Затем преобразовано в издание Сталинский путь И так далее В 60-е годы у газеты вновь Газета вновь была переименована в Красное знамя Затем переименована газета Маяк Газета Знамя В 69-м году тираж газеты Знамя достигал 10 тысяч экземпляров В 2004 году К названию знамени прибавляется еще одно слово Новое Ну вот в основном информация История об этом населенном пункте За Белоярским На небольшом расстоянии Заречный Про Заречный Сказано В Википедии Что это город С 1992 года Об основа подчинения История Распоряжением Совета Министров СССР В 1955 года Об отводе Земли под строительную площадку Белоярской ТЭС Объявлена всесоюзная Ударно-Комсомольская стройка А поселок Первого строительства Получил название Заречный В 1957 году Принято решение О строительстве Атомной электростанции На площадке Белоярской ТЭС Шесть лет потребовалось На создание гидроузла Белоярского водохранилища Сегодня Жемчужина Заречного Проект первого в мире Проект первого в мире Промышленной атомной Электростанции Создавался под наблюдением Курчатова Пуск первого энергоблока Мощностью 100 мегаватт Состоялся 26.04.1964 года Пуск второго энергоблока 200 мегаватт Осуществлен В 1967 году География Город расположен На реке Пышма В 40 километрах К востоку От Екатеринбурга По городскому Коукругу Заречный Проходит Автодорога Федерального значения Екатеринбург Тюмень Потом Автодорога Областного значения Екатеринбург Тюмень Поселок Студенческий И деревня Большие Брусианы Автодороги Местного значения Село Мезинское Деревня Курманка Деревня Боярка Село Мезинское Деревня Курманка И так далее И так далее И так далее Железные дороги Город Екатеринбург Тюмень Станция Баженова Город Азбест Развезд Мезинский Деревня Курманка Территория Муниципального образования Приурочена в зоне Сочленения горной части Урала и Западно-Сибирской Неизменности Однородно В зональном отношении И располагается В южной подзоне Тайги На территории 15 месторождений Полезных ископаемых Из них значительные Такие как Гагаринское золоторудное Курманское месторождение Гранитов Месторождение подземных вод Камнесамоцветное Сырье И другое В северной части Располагается Крупное Белоярское Водохранилище Площадью 37 И 1 десятая Квадратных километров В местных лесах Встречаются Лекарственные растения Зверобой Проды Ряблины Коволга Купенка Лекарственная Буквица И многие другие Которые занесены В Красную книгу Животный мир Заяц Беляк Белка Крот Куница Нурка И другие Виды Население Составляло В 2018 Году 27 595 Человек Промышленность Мелоярская АЭС Институт Реакторных Материалов СПК Мезинская Урал Атом Энерго Ремонт Производственная компания Контур Группа Компании Континенталь И так далее Культура В 1980 В городе Активно работал Киноклуб Фильма В нем собирались Любители и ценители кино Устраивали просмотры С последующим обсуждением Не только отечественных Но и зарубежных Фильмов Постоянные участники Клуба регулярно Встречались со своими Коллегами из других Городов Москвы Вильнюса Риги Некоторые Зареченцы Вспоминали Что ездили на эти Встречи Целыми Вагонами В декабре 90-91 Годов Зареченцы Проходил Фестиваль Лики Организаторами Которого Выступили Руководство Города Федерация Киноклубов А также Спонсор Фестиваля Совместно Советско-французская Ферма Не могу Прочитать Цирковая Студия Арена Основана в 1978 году Под руководством Казанцева В 1988 году Под руководством Зуевой Коллективу Было присвоено Звание Народной Цирковая Студия Арена Лауреат Всероссийских И Международных Конкурсов Города Побратимы Славутич Украина И Тахов Чешская Республика В Кузенском Крае Вот такая Информация О Заречном Ну далеко Впереди Богданович О нем Чуть позже Прямо по ходу Движения Город Богданович О нем Сказано Что это Город Свердловской Области России География Расположена На реке Кунаре Правый Приток Пышмы На западно-сибирской Равнение Равнение В 99 Км К востоку От Екатеринбурга История В 1864 В 1864-65 Году В Пермской Губернии Был Неурожай 15 января 1866 года Министр Внутренних дел России Валуев Дал письменное Подписание Чиновнику Особых поручений Приминистре Полковнику Евгению Богдановичу Решить вопрос С нуждой В продовольствии Решить вопрос С нуждой В продовольствии 23 марта 1866 года Из Екатеринбурга В телеграмме Евгению В телеграмме Евгений Васильевич Заложил Что решение проблемы Возможно С помощью Постройки Железной дороги Из внутренних Губерний В Екатеринбург И дальше До Тюмени В апреле Богданович Получил разрешение От царя На экспедицию В эти районы В 1885 году Газета В Екатеринбургской Неделе Написала Об открытии Железной дороги Хлопоты Богдановича Увенчались тем Что основанных В 1885 году Узловую станцию Аверина Уральской Железной дороги Назвали В его честь Вблизи города До революции Действовала Покровская Женская община В Грязновском Центром Который Являлся Покровский храм В 1947 году Богданович Получил Статус Города 1 февраля 1963 года Богданович Отнесен К городам Областного Подчинения Так Население В 2018 году Составило 29 241 человек Экономика Узел Железнодорожных Линей На Екатеринбург Тюмень Челябинск Сирок Камец Уральский Железнодорожный Вокзал Автовокзал На участке Р351 Автодороги Е22 Промышленность В городе Действует Богданович Огнеупорный Завод Шпалопропиточный Завод Мясокомбинат Молочный Завод Комбикормовый Завод И завод Строительных Материалов Богданович Шпалопропиточный Завод Основан В 1927 Году Завод Является Одним Из крупнейших Предприятий Богданович Района Его территория Протянулась В длину Более чем На 2 Километра Завод Является Единственным Производителем Деревянных Шпал На Свердловской Железной Дороге На территории Завода Действует Ускоколейная Железная Дорога В 1973 2010 Годах В городе Действовал Богдановичский Фарфоровый Завод Второе В Российской Федерации Предприятие Отрасли По Производственной Мощности Завод Изготовлял Фарфоровые Изделия Традиционный Высокотемпературный Фарфор И Изделия Из Низкотемпературного Фарфора Тарелки Чашки Бокалы Чайники Среди Столовые Чайники И Так Далее Это Было Единственное В России Предприятие Выпускающее Кардиоритовый Угнеприпас Для Фарфоровой Промышленности Завод Прекратил Работу В 2010 Году В связи С Банкротством Промышленное Предприятие Города Это АО Огнеупоры ЗАО Богдановический Фарфоровый Завод Богдановический Шпалопропиточный Завод Производство Строематериалов Молочный Завод Производство КНГ Кормов Образование Имеется В городе Богдановический Механика Керамический Техникум Детская Художественная Школа Детская Школа Искусств Детская Юношеская Спортивная Школа Центр Детского Творчества Многофункциональный Спортивный Центр С бассейном Достопримечательности Богдановича Парк Горького Аллея Дружба Площадь Мира Памятник Памятный Знак Поэту Степану Петровичу Щипачеву Мемориал Памяти Землякам Погибших В годы Великой Отечественной Войне В Парке Победы Кашинское Городище Памятник Героя Советского Союза Григорию Павловичу Кунавину Знак Двух Колец Установлен На месте Венчания Божова И Иваницкой Краеведческий Музей Литературный Музей Поэта Щипачева Военный Мемориал Так Руководители Города Это не Кому Нужны Те Найдут Люди Связанные С городом Головина Елена Викторовна Десятикратная Чемпионка Мира По биатлону Кравченко Виктор Андреевич 49-й Командующий Черноморским Флотом Краснолобов Владимир Павлович Первый Секретарь Свердловского Обкома Евгений Куликов Конькобежец Чемпион 12-х Олимпийских Игр Рекордсмен Мира Кунавин Григорий Павлович Герой Советского Союза Пурген Кузыма Степанович Герой Советского Союза Перепечкин Петр Мартынович Герой Советского Союза Щипачев Степан Петрович Поэт Лауреат Двухсталинских Премий Член Правления Союза Писателей СССР И так далее Сажая Михаил Петрович Известный Художник Почетный Гражданин Богдановичского Городского Городского Округа Средства Массовой Информации Плое Время Ежемесячный Глянцевый Журнал ТВ Богданович Народное Слово Муниципальная Газета Знаменка Еженедельная Независимая Газета Наш Богданович Независимая Газета Для всей Семьи Лира ФМ Местный Радиоканал На частоте 104.3 Шансон 101.5 Плен Местный Радиоканал Частота 91.6 Это что касается Ну Информации Гораздо Больше Но я выбрал Такой Самый Сжатый Вариант Впереди Город Ограничение 60 Впереди Еще один Крупный Город Камышлов Город Светловской Области России Административный Центр Графическое Положение Город Камышлов Муниципальное Образование Камышлов Автотрассе 140 Км На левом Берегу Реки Пышмы При падении В нее Реки Камышлов Узел Автомобильных Дорог Железнодорожная Станция Свердловской Железной Дороги Участок Екатеринбург Тюмень Расстояние До Екатеринбурга 143 Км До Екатеринбурга 143 Км До Тюмени 183 В окрестностях Города На правом Реку На правом Берегу Реки Пышма Расположен Ботанический Природный Памятник Камышловский Сосновый Бор А также В окрестностях Находится Бальнеологический Курорт Обуховский Где Работает Цех Разлива Минеральной Воды Обуховская История В ноябре 1668 Года Приказчиком Пешминской Слободы Семеном Мироновичем Будаковым Было Сообщено Верхнехутовскому Воеводе Колтановскому Что Крестьяне Казаки Перевезенные Сюда В 1666 И В 1668 Годах Изербитской И Пешминской Слобод Основали Камышевскую Слободу И по указу Верхнохутовского Воеводы Который Повелевал Будакову Вверх По Пешме Реке Сыскать Место И строить Острог В 1668 На реке Камышловка Был основан Камышловский Острог Строительство Острога Строительство И Каминскому 1 октября В 1781 Город Стал уездным Пермского Наместничества В городе Начали работать Макомольные Мельницы Козницы Салат Салат Отопленный Винокуренный В 1883 Кожевиной В 1858 И кирпичные Заводы А также Кустарные Промыслы Гончарные Столярные Портняжные Сапожные Шерстобитные Шерстобитные Был Развит Извоз По Сибирскому Ирбитскому Шадринским Трактом Развивалось Тканеводство В декабре 1885 Года Было Открыто Движение По Транссибирской Железной Дороге Было Построено Здание Вокзала В 1871 Году Была Открыта Женская Гимназия В 1907 Году Мужская Прогимназия В 1888 Духовное Училище В 1899 Городское Училище А также Работали Две Церковно-приходские Школы Александра Невская Церковь Каменная Однопрестольная Церковь Заложена 10 июня 1882 Года И освященная Во время Благоверного Великого Князя Александра Невского 17 мая 1885 Года Была Закрыта В 1929 Году И после Снесена Всехсвятская Церковь Деревянная Однопрестольная Церковь Перенесенная В 1816 1817 Годах Из города Село Закамышловское В настоящее время В городской черте И освященная Во имя Всех Святых После Перестройки 1851 1857 Годах Была Вново Священа А в 1885 Расширенная Церковь Была Закрыта В 1938 Году А после Пожара 1943 Года Снесена Николаевская Кладбищенская Церковь Каменная Однопрестольная Николаевская Кладбищенская Церковь Освящена В 1909 Году Во имя Святого Николая Архиепископа Мерлийского Была Закрыта В 1935 Году А после Снесена В годы Великой Отечественной Войны Камышловский Диатомит Белая Глина Обладающий Целебными И разнозаживляющими Свойствами Широко Применялся Диатомит Широко Применялся При лечении Раненых В 1941 На Диатомит Комбинат Был Эвакуирован Из Ленинграда Изоляторный Завод Пролетарий По производству Электротехнического Фарфора Так был основан Завод Урал Изолятор В 1960 Году Был основан Электротехнический Завод Министерства Присообщения На базе Паровозного Депо И мастерских Сигнализации И связи Металлообрабатывающий Завод Да Тут Язык сломаешь Пока Найдешь Какой-то Вот Так Достопримечательности Историко-краеведческий Музей Основан 1 мая 1920 Года В каменном Одноэтажном Здании Бывшего Уездного Казначейства Основатель И первый Директор музея Учитель Естествознания А.А. Наумов Краевед Член Уволи Позднее музей Переехал В здание Церкви Но в 1950 Году Был закрыт Как убыточное Учреждение В 1974 Году Музей Восстановлен В качестве Народного И размещен В купечерском Особняке Построенном В 1875 Году По улице Свердлова 71 В шести Залах Музея Знакомит Нас С природой Историей Края И города В музее Также Представлены Макеты Православных Храмов Клады Медных И серебряных Монет Имеется Отдельная Экспозиция О Великой Отечественной Войне А в двух Залах Проводятся Выставки Покровский Собор Каменный Двухэтажный Четырехпрестольный Покровский Собор Был построен В 1821 Году Педагогический Колледж На средства Купца Рожного При детском Приюте Была построена Каменная Однопрестольная Мяземихайловская Домовая Церковь Освященная Во имя Мученика Князя Михаила Черниговского В 1894 Году Это было Церковь Была закрыта В 1912 А в здании Был размещен Педагогический Колледж Внутри Перестроено Но купола Сохранились Центральная Районная Больница Каменная Однопрестольная Сергеевская Домовая Церковь При Духовном Училище Другие Достопримечательности Морякам Броненосца Потемкин Которые Пытались Бежать Во время Этапирования На станции Юшала Население В 2018 Году Составило 26 6444 Человек На 1 На 1 Января Тюрьма Другие Человек Штем Которые трассе крупных каких-то населенных пунктов. Территория справа и слева по движению по значительной степени заболочена. Рай наверное для охотников, с правой стороны река прочитать название не могу, но тянется вдоль всей трассы насколько хватает Есть небольшие населенные пункты, такие как... Да что такое? Волковская Волковское село с правой стороны, затем с правой стороны Шипицыно, Шилкинское движение сейчас идет по трассе Р-351. С левой стороны Октябрьский поселок Достаточно много населенных мелких пунктов Махановка Яланский, Калиновская Кашкарова Кукшарова Яланский танковый полигон с левой стороны В общем, максимум информации, которую можно было собрать, я прочитал Вот на этом заканчиваю комментировать Дальше слушайте музыку До следующей серии Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok